Слава Богу за то, что я переседаю. Я благодарю Бога за эти четыре года, потому что это были самые прекрасные четыре года в моей жизни. Это был для меня духовный университет. Я получил вводное крещение в Софийском центральной тюрьме. В этом Софийском центральном затворе в тюрьме я закончил несколько лет библейского колледжа. И в 6, 7 и 8 класс сертификацию на болгарский язык в Софийском центральном затворе. Я никогда не забуду, когда я выходил из тюрьмы. Наркоманы сказали, Слава Богу, Али ушел. А начальник сказал, О, Али, что укрепляйте это? Что укрепляйте это? За что-то последнее, что укрепляйте затворы. А, да. А начальник сказал, что... Что мы, как будем его только мучить, что ли, в тюрьме? Да. Как? Мало третий. Что мы мало третий? Да. За что-то последнее, что он сбежал от затвора. Потому что в прошлый раз он сбежал из тюрьмы. И начальника, и наркоманы. Но они, и наркоманы, и начальника, они ошибались. За что-то старый Али уже умирал вече. Потому что старый Али уже умер. Тази, кой-то влизал в затвор, ве же новий Али, и влизал в затвора, с этой Библио предцетами. А тот, кто вышел из тюрьмы, это был уже новый Али. И никогда не забывал, что после месяца, когда я вышел из тюрьмы, Один наркоман пришел к мне. И сказал мне, помнишь, ты очень хорошие наркотики нам поставлял? Да, я говорю, помню, конечно, я помню, что ты один раз даже упала с велосипеда после принятия. И ему казалось, что сега в моменте имам нечто новое. Нечто посильное от того. Нечто еще получше от того, что ты дали. Давай зайдем, я тебе скажу. Я взял Библию, и мы начали с ним разговаривать. В той тюрьме, в которой я продавал наркотики. Там была церковь, где мы проводили собрание. Нет, 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 там провели первую церковь. А там мы сделали, основали первую церковь. И там наркоманы, кой-то от моих рецептанных наркоманов, там покаеваха и отказаха от дрогата в имято на Иисус. Да, там те наркоманы, которых я сделал когда-то наркоманами, они покаялись и перестали принимать наркотики. И куда-то от затвор, слизом вонка, вярвая эта хора, аз бях полно соседший, ох. И когда я вышел из тюрьмы, я был наполнен просто святым. Бях насерчен. Был наполнен, был наставлен. И просто с той, что добавим инструменты в рецепте на Бога. Ведь я и знал истину. Да, я просто был инструменты в Божьих руках, я знал истину. И сегодня уже, примерно 5 лет и 5-6 месяцев, я уже здесь на свободе. И иском на выказ вам, куда-то затвор, если знак вонка хора, одна нечто, в какой-то в виде ях, макус и уплаши их. И хочу вам сказать, что те люди, которые меня встретили после тюрьмы, они немножко были напуганы. Ходих мы в церковь неделя, и след неделя всички казаха чао-чао и тереглаха. Да, я ходил в воскресенье в церковь, и после того, как служения заканчивались, люди говорили чао-чао и уходи. А с ним припитым, утревое черта, как ваше право мы? А я спрашивал у них, а завтра вечером что мы будем делать? Э, ничто. Они говорили, ничего. А няма ли да имаме собрания? Неужели в нас не будет собрания? Э, в среду мы идваха на домашнюю группу, и в среду мы собрались, там на домашнюю собрали, читали Библию, и потом все опять разбежались. И тогда я пришел в воскресенье на следующую службу. И тогда я сказал этим людям о том, что это не жизнь, я не могу так жить. Тут в этой Библии написано о том, что христианство это образ жизни и пути. Ние не имаме взаимоотношения, аз не те познавам, ти не ме познаваш. И тогда каков семейство с мене? И тогда мы начали делать каждый день собрания. Собирали братьев и сестер. И тогда мне сказали, что Али, ты немножко подожди. Так, не, не, не. Да, надо же тоже иногда, ну, там, телевидение смотреть, там, просто отдыхать. Аз чувствовал, че те духовно починалися, да се дреметь. И аз слезнал, че вон, как те се собудили се, и не се дволни. Да, и я просто пережил, почувствовал о том, что эти люди спали, я их разбудил, и они недовольны этим. Аз не госушах никуи, аз слушах сердце туми. Но я никого не слушал, я слушал свое сердце. Нечто вырешив мене. Что-то во мне такое. Аз исках так отдавам на другие, кое-то Бог мне дал. Да, я хотел отдавать людям то, что мне Бог дал. И тугава вещь, от целых пяти годин и половина сега перед вас. И сейчас, после пяти с половиной лет, перед вами я могу свидетельствовать. В 270 водно-крештение има между мусульманами и кое-то останаха-крештияне. С того момента я крестил более 270 человек, и эти мусульмане стали христианами. Кое-то приехало истинно там, и приехало врата, и пятия доминава через Иисус. Это те, которые приняли истину, которые прошли через врата, и теперь идут по пути с Иисусом. И вот та и двести, 50 севернаха в Иран. И среди этих 270 человек, 50 вернулись в Иран. И те, и два хатук мусульмана, христианин севернаха в Иран. И они вернулись в Иран христианами. Были мусульманами, стали христианами. Те в момента там говорят за Иисус. Те сейчас там, в Иране, говорят об Иисусе Христе. И единственное нечто, кое-то глядохся там с братьями и сестериками, когато собирах мы се. И единственное, что я смотрел, когда мы вместе собирались с братьями и сестрами. Те бяха на Иисус Библия твоя. Они знали Библию наизусть. Аз не бяха на Иисус, катутех. Да, я не знал Библию наизусть. Но аз глядам, Иисус ми казва, че через плодовете познай хората. Но я смотрю на то, что Иисус Христос сказал, по плодам узнаете их. И на тази, които много и знаеш, и Библията, казвам, какво от твоите плодове на живота ти? Я говорил этим людям, покажите мне ваши плоды, какой плод в вашей жизни? Няма плод. Нет плода. Я читаю Библията только во Петти Голова, некогда третий стих, Матея. Я читаю в Иоанн 5.3. Никогда не виждам, допиши, блажен философий по духу, за что-то виждет Божье царство. Никогда не виждам, допиши, блажен философий по духу. Там пишет, блажен нищий по духу. Не написано, что философ по духу. Бог хочет, чтобы мы просили Святого Духа на каждый день. Бог хочет, чтобы мы каждый день перед Ним поклонялись и возносили Его имя. Бог хочет, чтобы мы были перед Ним с открытыми средствами и искали Его имя. И только тогда, когда мы доверяемся в Его руки, только тогда Он может работать через нас. Бог даю Бог у своих хора. Много се радам, че аз може много стихове да говорим, но самата тая, няколко 4-5 стих, които говорих ме, искам да наистина, да мислете вверху Туа. Я могу говорить, конечно, очень много, но я бы хотел, чтобы мы, по крайней мере, размышляли над этими стихами, которые мы прочитали. Слово, которое написано в Послании к Римлянам, 10 глава, 9 стих, что если ты исповедуешь своими устами, Иисуса Господом, в сердце то ты вярваешь, и сердцем своим верующим, что Он воскрес из мертвых, ты спасен. Искам наистина, да мы снимем вверху Туа, Ту, който сме, и хора, който зад камера, так глядят тази излучване. И мне бы хотелось, что те люди, которые здесь сейчас сидят, и те, которые сидят там за камерой и смотрят это придавание, видеослужение. Я верю в то, что жизнь не заключается только в том, чтобы целый день работать, а потом вечером просто... Я верю в то, что жизнь нечто больше этого. Я верю в то, что там, на небесах, есть Бог, и придет время, когда нам надлежит дать Ему отчет. Пусть Бог благословит. Я очень рад, что я сегодня нахожусь здесь с Вами. Благодарю Бога за тех людей, которые здесь и которые там, за камерой. Искам, да Вы поканим тази вечер. Искам, да Вы поканим. Да, я хочу Вас пригласить сегодня. Да, мы молимся заодно. Вместе помолимся. Тази Бог, който помог на мне. Тот Бог, который помог мне. Който променил мой живот. Тот, который переменил мою жизнь. Тот же Бог имеет силу, чтобы изменить Твою жизнь. На сто процентов. Аминь. Поканим Вас, да се молим. Молитва на покаяние, тот же теме. Приглашаем Вас помолиться вместе, молитва покаяния. От всего сердца. Който согласен, да и ставим заедно, да се молим. Давайте мы все вместе встанем. Азам молим, ставайте на крак, на истинно. Становитесь на свои ноги. Братья, който все тук и който зад камерата. Аз искам, да ви помолим. Я хочу попросить, попросить. Затворяйте, учите ви и представайте, че никой не тук. Закройте глаза и представьте, че здесь никого нет. Освен Ти и Бога. Только Ти и Бог. Отвори умати, на истинно. Открой свой разум для Бога. На истинно, искарвай всичко, което не от Бога. Просто открой все то, что не от Бога, перед Богом. Просто остави присутствие, то на Бога дойди. Просто представь присутствие Богу, чтобы оно пришло в твое сердце. А что се молим, и ви повторяйте с мене. Я буду молиться, и вы повторяйте. Господи Иисус Христос. Господь Иисус Христос. Исповеду вам. Я исповедую. Че я грешник. Что я грешник. И не можем до беда спасен со своей силой. И не могу быть спасен своими силами. И до беда спасен. И до буду спасен. Я прошу Тебя. Да приемеш ми. Да приемеш ми. А, прими меня. А сте моли, Господи. Я прошу Тебя. Займи греху этой местичку на креста. Возьми все мои грехи на крест. А свярун, че ты си живее Бог. Я верю в то, что ты живой Бог. А свярун, че си сигал в момент оттук. Я верю в то, что ты прямо сейчас здесь. В тази зала. В этом зале. Там, за камерой, в квартирах, в домах. Я прошу Тебя. Да вземеш моите грехове, всичко. Возьми все мои грехи. Я сам не могу делать ничего. Я прошу Тебя. Прави нечто новое в моем сердце. Я прошу Тебя. Сделай что-то новое в моем сердце. Измени меня. Я прошу Тебя. И покай вам на всички теми грехове, которые я имал сейчас. Че не надо повторить повечер. А свярун, че Иисус ставит живота Си на крест, а заради моите грехове. Я верю в то, что Иисус Христос взял все мои грехи на крест. Я свярун, че сам свободен через Него и кровь, и сам умит. Я верю в то, что я возрожден к новой жизни через жертву Иисуса, через Его смерть. Спасибо Тебе за то, что Ты принял меня. Во имя Иисуса Христа. Кто согласен со мной, скажите Аминь. Аминь. Благодарю Ви многое. Спасибо большое. Благодарю Ви многое. Слава Богу. Благодарю Ви многое. Спасибо. Спасибо.